Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Карги. И это уже первая серия... Погнали! Ещё одна бойня. Зона боевых действий. С чего это ты решил взять мелкую себе, а, лейтенант? 69-й год. Это Вьетнам. Видишь, какой крутой? Решил поиграть в ковбоев, а? Вьетнам. Да. Тебе просто хочется трахнуть её? Эту малявку? Ну ладно. Капец. Только давай я первый её. Такая тупая мразь, как ты хуже вонючего шакала. Только риск не тронуть её хоть пальцем. Ну же, Ларкин. Ну? Будь хоть раз настоящим мужчиной. Ну, кто на кого. Мёртвый бык лежит, как, а? Сожженная деревня. Крайне реалистично всё. Ну. Вертолёты. Тысяча вертолётов. 26 лет спустя. Венесуэла. 26 лет спустя. Венесуэла. Венесуэла. Это Сьерра, 9-8. Паралис прибыл. Он движется к месту встречи. Вас понял. О. Роберто. Терминатор. Отель Кребек. Это Лима-4. Операция достигла фазы 3. Санта-Ансел. Моралис и Сесма тоже. Понял. Отель Кребек всем наблюдателям. Встречаемся в условленном месте. Грохнуть хотят. Это командир отеля Кребек. Гольф-1. Начали. Дэви Крокет под одинокой звездой. Повторяю. Дэви Крокет под одинокой звездой. Код принят. Взрыв подтверждаем. Тогда начинаем отходить. И быстро. Взорвали. Убили. Какого-то политического деятеля американцы заварили. О, отец наш, боже. Папа ведь не сделал ничего плохого. Верно. Как только стрелялись в судах. Диего Хосе Сан-Фернандо Лавлеса. Сан-Фернандо Лавлеса. Лавлеса. А теперь и на небе. Но, Бог, почему? Виноват не Господь. Вся вина за убийство людей лежит лишь на них же самих. Так зачем же они друг друга убивают? О, боже. Хороший вопрос. Больше всего... Как ответ мне хорошо известен. Даже слишком хорошо. Вот почему я стараюсь держать крот закрытым. Да, я помню, я помню. Она славилась своими... мощными, так сказать, поступками. Можешь выходить, Розорита. Они ушли. Извиняюсь за предоставленные проблемы. На закате я уйду. Не нужно так спешить. Я посрамлю имя своей семьи. Если отпущу дочь своего лучшего друга, не оказав ей достойного приема. Давай сначала успокоимся, отдохнем, а уже потом подумаем, что нам делать дальше, хорошо? Хорошо. Нам что, про работу рассказывали? Город избежать всегда успеешь. Какой беспечный человек. Синьор Диего. Ой, поймала меня в самый неожиданный момент. Хорошая погодка, вот решил за садом поухаживать. Почему вы? Разве не садовник должен этим заниматься? В этом старом доме нет прислуги. Тогда, синьор, с какой части сада мне начать? Нет, нет, ты гость. Лучше пойди отдохни. Не хочу быть нахлебницей. Ммм. Нахлебницей. Жаль, что от горничной у меня только костюм. Прошу, представьте, что я ваша слуга. О. Глаза какие, глаза. Эх. Ну, все понятно. Вот о чем я, Роберто. Это же... Это самое настоящее оружие. Эта коллекция собирается с тех времен, когда первый Довелос ступил на эту землю вместе с самим Писаро. О как. У нас были разные времена, и хорошие, и плохие. Но оружие это уже давно уснуло, и мне очень не хочется его когда-нибудь разбудить. Хм. Милосердие живым, память усопшим. Неси меч правосудия. И карай им преступников. О как. Именно так. Юный господин, я не могу вам ответить. Ответ слишком мерзок. Ну? Извините меня. Зачем люди убивают друг друга? Просто им так хочется. Как же хорошо, когда не нужно давить в себе чувства. Потому что... Их там никогда и не было. Для меня не существует вопроса, умер человек или был убит. Убит. У нее инстинкт. Именно этот путь я избрала в жизни. У нее инстинкт. Я уже сейчас знаю, что в аду мне заготовлено местечко. Но не вы, господин, не ваш сын, не должны отвечать за мои грехи. Короче, все беру на себя. Господин, я верила, что после той ночи в Руанатре больше никогда не возьму в руки оружие. Не хочу называть это возмездием или местью. Это скорее схватка двух животных, а не людей. Во имя Санта-Мария. Во имя Санта-Мария. Я совершу правосудие. Ну, она себя уже даже за человека не считает. Но она будет животным, главное, чтобы мальчик... На этот раз АНБ должна ответить за свои поступки. Оставался. В этот раз они приступили черту. Последний раз они были замечены в Маниле. АНБ. Ясно. Не нравится им наш райский уголок, верно? Кэти, еще чашечку. И побольше сахара, и молока. Спрошу у доктора Кауфмана. Тайланд. Ну и ну. Камбоджа. Войну между двумя спецагентствами можно предотвратить. Но как? Центральное разведательное управление, ЦРУ. Вот о чем нужно думать. Понятно все. Все понял. Разведки сейчас воюют. Ничего нового. Напряженность на границе Лаоса по-прежнему растет. Десантирование рядом с целью невозможно и за систем ПВО. Снова ждать, да? Они пытаются сунуть нос на территорию ЦРУ. Это политика, лейтенант. Ну и фиг с ней. Рэй, как этот город называется? Что? Название этого города. А, Руанапра, лейтенант. Это крайне неприятный город. В первый же день по приезде у семерых наших были украдены вещи. Да, семерых. Здесь проститутки работают даже днем, а их сутенеры копы. Этот город мне кое-что напоминает. Видимо, это этот. Вьетенам напоминает. Я даже знаю, что... 1969-й. Сайгон. Сайгон. Тот же запах разлагающейся гнили. Сайгон. Глянь, японец-клерк. Что? Японец-клерк. Да, да, да. Он слишком не похож на остальных. Эх, в такую жару, а он при галстуке. Понятно. И за шкуру свою не трясется. Ну, потому что, видимо, с ним уже знакомы. У него украли, да? У него украли, да? Рэви? Какого черта ты делаешь? А ну, пошла отсюда. Знаешь, кто я? Знает. Лагуна. Владелец этого кошелька наш человек. Наш брат. Лень мне с вами разбираться, но чтобы такого больше не было, расскажи-ка своим мальцам о том, кто есть кто в этом городе. Вот, держи. Это такой момент. За счет оплаты вы не могли бы немного? Наша компания не очень жалует задолжников. Это что? Вам была дана отсрочка для колумбийского картеля. Русская рулетка? О! Не посрамите их имя. Отсылка. Ну, тут немного шумновато для разговоров. Охотник на оленей. Фильм такой был. О, кажется, поединок окончен. Между прочим, связанный. Можете зайти со двора. А вьетнамской войне. Знаете, со мной ходит очень хороший стрелок. Еще какой. Так что лучше подумайте о себе. Да, я понимаю. Прошу, подождите до завтра. Ну, тогда до завтра. Ау, как грамотно. То есть я не буду заходить? Вы же понимаете, что если я зайду и вы что-то со мной сделаете, придет Рэви и вас всех похерачит. Привет. Братан. Мне было совсем не жалко отдать деньги этим оборванцам. Ой, он даже заметил уже. Все равно мне их тут не на что потратить. Не на что. Только вот мальцу одного кошелька будет мало. И когда-нибудь его найдут в Канаве. Вот, блин. Тебе же все равно кому. Лишь бы помочь, так? Тогда вспомни-ка лучше о девочке, чья фотка у тебя в бумажнике. Видела? А как иначе? Какая девочка? А-а-а! Я уверен, что... Да, да, она. Она. Я помню этот момент. Балалайка тогда его чуть не грохнула. Снаряд никогда не попадет в одно место дважды. Уверен. А я сейчас скажу, что ношу как амулет. Амулет. Опять застарый, Роб? Уже сколько раз наступал на одни и те же грабни, скелеты на нацистской подлодке, румынские близнецы и дочь Якудзе из Токио. Когда он жарился. Все твои попытки что-либо изменить пошли прахом, из-за того, что у тебя в башке творится сплошная хрень. Пошло прахом, это девиз этого города. Это да. Слишком многие поселяются на кладбище Руанапри, говоришь? В этом-то вся и прелесть. Угу. Компания Лагуна. Да. Че там, че там? Кто знает? Откуда подобный вопрос? Без понятия. Я лишь узнаю то, о чем меня попросили. Шер сказал узнать. Вот и спрашиваю. Понятно. Ну и ну. Случилось что? Снова спрашивал, нет ли у нас на примете особых клиентов. Хм. Опять? Заколебали. Сколько можно? Уже все спросили, начиная от антиквара Айзека и заканчивая шефом полиции и уатсапом. Что же это за клиент такой, что все на уши повставали? Да. Интересно, интересно. Короче, там кто-то есть и кого-то ищут. И кому-то нужно выбираться оттуда. Я тут слышала кое-что интересное. Помнишь Ковальского, который барыжит на отель Москва? Ага. Он говорит, что видел ее. Кого? Кого ее? Горничную дачу. Она приперла сюда из Венесуэлы целый арсенал. Типа, чтобы освободить своего пацана-хозяина. Не понял, а... Это мисочкастая маньячка. Лучше шутки не придумать. Да. Рэви, я не очень-то хочу оказаться в скором времени в самом эпицентре взрыва, не зная, когда он произойдет. Да-да-да. Я звякну кое-кому. А ты двигай в желтый флаг. Теперь понятно, что это за клиент. И кто же? Старая знакомая. Какой-то бред. С открытия этого бара в 1978-м его крушили уже 15 раз. 15 раз. Притом 6 раз под основанием. А хуже всего было, когда сюда заявилась та горничная. Да. Сочувствую. Ну, сейчас-то вроде все неплохо, а? Ну, вроде бы отстроила. Девочки, походу, ничего о новом клиенте не знают. Дай знать, если что разузнаешь. Лады. И Триады ее ищут? Ммм. Нифига себе. Ее ищут весь город? Вообще. Глянь-ка, кто притопал. Коумбийцы. Привет, Густаво. И Лагуния не хворать. А что с сеньором Абрега? Босс в офисе. Походу, у нас проблема намечается. Говорят, нам из Колумбии солдат выслали, а вот где их разместить, мы понятия не имеем. Правда, Дева Мария сегодня на моей стороне. Я тут переговорить с вами хотел. А горничной? Верно, Густаво. Колумбия, говоришь, солдат прислала? Нифига себе. За кем это они здесь будут охотиться? Ммм... Ну... Что это тебя так перекосило? Ты мне инфу, я тебе. Все довольны. Не хочешь так? Тогда можешь идти. Разговор останется между нами, идёт? Угу. Что об вас? Но вы выкладываете первыми. Ладно. Что хочешь узнать? Прошлое её появление здесь нас не было. Да. Расскажи, как она выглядит, что умеет, во что одевается. Как горничная? Брюнетка из Южной Америки, но кожа светлая. Я слышал, что одета она была горничной. А чего ты ожидал от психопатки? В зонтике у неё спас 12. А в чемодане встроен пулемёт и ящик гранат. У неё оружия на целый взвод хватит. Чё, ты стебёшься, что ли? Говорю же, она совсем чокнутая. Ага. Здрасте. Опять она в этот бар. Этому бару хана. Этому бару капец. Эй, что за фигня? В офисе Лагуны никого не было. Ага, к ним. Юный господин знал об этом месте и послал меня сюда. Лавлис? Юный господин ожидает вас в отеле Санкан. А это разве она? Не против, если я вас провожу? Лавлис там, этот мелкий пацан? Ага. Вы от семьи Лавлисов? Прошу прощения. Я заместитель начальника по хостчасти семьи Лавлис. Одной из 12 великих семей Южной Америки. Фабиола Иглесиас. Ага, Фабиола. Стоп тебе. Она даже говорит, как та мисочкастая маньячка. А не нужно так говорить. Моя наставница не мисочкастая маньячка. Прошу вас извиниться. Ты что, Картан? Это ты об этой горничной говорил? Нет, но нам сегодня повезло. Нифига не сделали, а уже такая зацепка. А... Мне не кажется, что ее надо трогать. Тяжелая девочка. А может потом? Короче, я пошарил в инете и кое-что узнал. В прошлом октябре в штате Берина в Венесуэле взорвалась бомба. Да. Для Южной Америки это дело привычное. Ну да. Рвануло прямо на съезде новой политической партии, ТПР. Помню. Эта партия популярна среди рабочих и крестьян, а вот буржуям она поперек горла. Ага. Проблема в том, что там же был и глава семьи Лавлисов. Что? Этот человек был либералом, что у них там редко. Ага. Но я не вижу связи между теми событиями и нашим городом. Да, кстати, вообще не видно. Малышка, мы тут все большие фанаты твоей наставницы. Ничего как, я тоже. Даже мы не знаем, где она сейчас находится. Так может поищем ее вместе, а, Амиго? Сгоняем в твой отель, побазарим с твоим хозяином. Ничего чего. Какая же я дура. Мне же говорили, что этот город полон подонков. Ну да. Воняющих словно стойла, что является врагом моего понимания чистоты в доме. Я с большим удовольствием проедусь вместе с ней. Брателло. Баба, это нечестно. Это малявка. Прямо в орешке мне заехала. Обурели совсем никаких фу. Эта сучка необычная служанка, она такая же, как очкастая. Ах, схватились за пушки. Хотелось бы обойтись без этого. Дай, Го. Да, братуха? Обыщи-ка ее. Только осторожно, хрен знает, что она там еще у себя припрятала. На Рэви посмотрите. Рэви, че ты задумала? Рэви. Она хочет отвлечь внимание сейчас, разбив бутылку. Давай, Рэви, начинай. Понеслась. Погнали. Все, отвлеклись. А в рукавах они как у нее уместились? А я бы понимал, что пистолеты, но... У нее дробовики, осторожно! Дробовики? Это же УЗИ, нет? Я ошибаюсь? Унимать твою, обещайся за тебя. Так ведь весело же. Отсылка на первую серию, я помню. Да весело же. Ну снова, красота, элегантно. Мать твою, дай мне телефон! За столько не заходить, придурок! Да, за столько не заходить, придурок. Ой, диалоги во время пальмы, супер. Ага, заметили. Да, мне почему-то кажется, что пока мы туда приедем, выпивки в баре не останется. За собой бара уже не будет. Ага, будем надеяться, что хоть дырок у нас не понаделают. Сбавьте скорость, ребят, сбавьте скорость. Сбавьте скорость. Ага. Ну да, конечно. Она ничего. А ему уже пофиг. Она ничего, он уже оценивает. Ему уже привык, чувак. Слушай, а как это она? Ну она такая же терминатор, короче. Это Нео. Короче, та терминатор. Мы тут. А это Трина идти. Мочите прямо по бару. Нет, придурки, не стрелять. Это горничная, та самая. Валера, мочи по бару. Там это горничная, в расходы я. Огонь. Мама. Всем лечь. Они же и по своим стреляют. Больна ли? Мне ведь наставница предупреждала. Ужасное место. А она молодец, хорошо держится. Она-то сама кто? О. Ранатомет. Классный. К вашим приятелям кофиг на вас. Так что же теперь будете делать? Забирайте Райан и ты пошли вон отсюда. О, какая. Ее наставница бы была... Валим. Сваливаем. Боже. Это место просто омерзительно. Маленькая сучка. Не стоит. Концерт окончен. Да, вали. Раунд за нами. Мать твою. Давай, давай, вали. Раунд за нами. Привет, ребята. А у нас тут... Как обычно. Все как обычно. По слухам, она серьезно потрепала колумбийцев. Ага. В паре сейчас уже ловить нечего. Угу. Так. Там побывал не только шеф полиции, но и кое-кто другой. Кто? Я слышал, что ее целью является месть за своего господина. Ага. Именно так. Меня бесит так же сильно, как и обоссанность Тульчакто. Что я не знаю, кто ее цель. Ага. Триады. Я люблю Чан. В нашем городе кто-то ныкается. И мне это не нравится. А, понятно все. Все ясно. Неужто у вас в семье все таскают за собой целый арсенал. Только я и наставница. Только. Есть еще четверо служанок, кроме меня. Но они не знают, что я хожу с оружием. Нет. Все это время. И поэтому именно я стала охранять юного господина, когда наставница исчезла. Ага. Ну, видимо, эта девочка тоже... Отель Санкан? Контуженная. Лучший отель в городе. Да? Я бы не отказался тут пожить. Ооо. Ну что? Кто там? Разрешите представить. Двенадцатый глава семьи Лавлес. Одной из двенадцати великих семей Южной Америки. Гарсия Фернандо Лавлес. Гарсия Фернандо. Это Чан? Это Чан. Что-то вы припозднились, лагунские ребятки. Быстро он. Быстро он. Спокойнее, миссимпатичная горничка. А Чан молодец. Фабиола. Он здесь, лишь чтобы поговорить. Он сам так сказал. Ага. Будьте осторожнее, господин. Этот город набит всякими отморозками под завязку. Сколько тебе лет? Вы, конечно, простите, но мы вам не мешаем? Да вроде бы... Извините. Проходите, располагайтесь. Ну, привет. Я позвал... Рэви. Если собираешься закурить, сначала спроси разрешение у хозяев. Да ладно тебе. Не будь таким. Рэви. Ладно. Эй, малец. Не против, если я тут закурю? Да. А Чан, видимо, есть. Здесь нет пепельниц. Так что, пожалуйста, не надо. Вскоре после гибели отца... Так. ...террористы были арестованы. Ну и... А наняли их те, кто не хотел, чтобы к власти пришли либералы, не так ли? Угу. Все как обычно. Классика. В том-то и дело, что слишком обычно. Слишком? Роберто тоже так подумала. У них не хватило бы денег на организацию такого теракта. Угу. Но полиция решила все же закрыть дело. Ага, понятно. А вскоре к нам в дом нагрянули десантники. Че? А зачем? ДПР. Движение Пятой Республики. Движение, основанное маршалом ВВС. Десант их поддерживает. Так. Военные рассказали нам, что им удалось разузнать. А-а-а. Они пробежались по спискам людей, которые были там. Они за них. И выбрали тех, кто исчез сразу после взрыва. А затем проверили и их тоже. Угу. И кое-что нашли, да? Да. И кто? Они обнаружили в разных документах шесть имен. Которые раньше служили в венесуэльской разведке. Венесуэльская разведка. И самое интересное, уволились они все за два месяца до взрыва, словно что-то замышляя. Понятно. А в день взрыва они объявились в охране того съезда. Так. Ну и придурки. Таких выследить да завалить нефиг делать. Сидел бы дома да плевал в потолок, пока твоя очкастая не покрошит их в винегрет. И все же... Фабиола. Да. Да. Взгляните. Что, что? Эту фотографию нам передали военные. Так. Сделана в Каракасе за полгода до взрыва. Один детектив сделал ее случайно. Расследует совершенно другое дело. Человек справа, лидер шестерки, майор Маркус Хосе Лусиендес. Кубинская разведка. Кубинская разведка. А другие? Иностранцы. ЦРУшники. А на следующий день Роберто... ЦРУшники. Юный господин. Американцы. Помните ту ночь в Руанапре? Руанапре? Ну и дурацкий перевод, а? Как ее забудешь? А то, не забудешь. Колумбийцы продали, словно какую-то вещь. А ты, Роберто, пересекла целый океан, чтобы спасти меня. Хотя я был так далеко. И русские еще заодно помогли. В тот раз... Хозяин до самого конца был против моей затеи. Если... Если... Понимаю. Будь я на его месте, сказал бы то же самое. Эх, Роберто, Роберто. Боже. Эти люди. И Роберто. Да. Юный господин. Роберто всегда будет с вами, юный господин. А на следующий день она исчезла. Да. Венесуэла. Все понятно. За первым, за кем явилась Роберто, была эта сволочь из колумбийской разведки. Которые подорвали. Кто же она такая? Кто она такая? А он молодец, но он имеет опыт. Все-таки разведчик. Сразу позвонил. Мендес, это я. За мной хвост. Мне нужно... К сожалению, господин Мендес не может ответить. А, тот уже сдох. Повернись. И откуда у тебя этот телефон? Ты это хотел спросить? У меня не только его телефон. И, похоже, ты единственный, кто может ответить на мои вопросы. Все ясно. Исполнители, она уже всех кончила. Тело Хоса Лусьендеса было найдено в реке на окраине Колобоза. В каком виде? Выследила по одному лишь фото. Молодец. Не зря прозвали Гончий. Гончий. Она не Гончия. Она моя семья. Помалкивай лучше. Простите, сеньор Гарсия. Вернемся к нашей беседе. Да. Вернемся к разговору. Ну и че? В следующем мы нашли человека, который второй справа на фото. Так, кто? Думаю, ты знаешь, кто я такой. Ну, это уже американец. Агент НБ. НБ. Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Глава отдела спецопераций в Центральной и Южной Америке. Полковник Саймон Диккенс. Саймон Диккенс. Не слабо осведомлена. Какого тебе нужно от меня? Ну это вроде бы... Это же вроде бы ФБР, нет? Некто Маркус Хосе Лусьендес поведал мне перед смертью, что взрыв в Каракасе в прошлом октябре организовал ты и твои шапки. Это что? Ох, ё-о-о-о. Ты чего? С калёным железом. Где эти шапки? Давай. Можешь выдержать? А-а-а, я... Рекомендую начать говорить до того, как ты станешь гореть. Очень тебе советую. Да что в тебе, шлюха, отодранная? Ух, это жесть. Психологически. Только тронь меняется, тобой все штаты гоняться будут. Психологически, вы понимаете? Психологически и... Ой, боже. Ну и отлично. И физически одновременно она дает время... Останки полковника Диккенса были найдены на пепелище. На краю Каракаса. Останки. Останки. Она... Главная подозреваемая молодая женщина улетела из Каракаса в Таиланд. С пересадкой в Майами. Вот эта женщина. А затем отправилась автобусом из Бангока в Рианапру. Вы уверены, что именно она убила агента США? И уверены. Уверены. Да. Невеселые вести, малец. И... От нас-то что нужно? Да, кстати. Что? Ну... Черт, черт, твою ж мать. Что такое, Бао? И сегодня тоже выходной, да? Да пошли вы. Если вам пофиг на эти руины, то я готов обслужить. О. Все к чертям разнесли, козлы. Роберта. Если пришли говорить... Да. Привет. Война. Да. Чен Сан. Понимаю, почему вы не остались в сторонке. Но дело тут не только в деньгах. Мы не возьмемся за это дело. Но? Почему? За какое? А разве непонятно? Твоя подружка перешла дорожку штатам, у которых тут немало друзей. Да. Что вы сказали? Подскажите, где тут можно начать войну? Вы не ослышали. Где можно начать войну? Все, кто пытался подметь под себя этот город, неизменно погибали. Да. Мы не просим Лагун убраться за это дело. А кого? А кого просите? Разве не их? Разве вы их попросили? Мы просим взяться за него вас, мистер Японец. Чё? Чего-чего? А за какое дело? Что вы конкретно хотите? Что вы конкретно хотите-то от него? Почему я? Почему он? Пожалуйста, помогите найти мою наставницу. А почему он? Мы понимаем, что просим практически невозможного. Это да. Прошу. Постойте, но я... Я не понимаю, зачем им Рок нужен сейчас. Он по факту ничего из себя не представляет, кроме хороших мозгов. Но они его не так хорошо знают. Чё за бред? Не понял. Но всё остальное я прекрасно понял. Я прекрасно всё понял остальное, между прочим. Так, ну, на самом деле, во-первых, во-первых, я очень рад, что я снова вернулся к этому сериалу по многочисленным просьбам. Да и самому хотелось, ещё раз повторюсь. Но теперь ситуация поворачивается намного страшнее. Теперь наши противники не какие-то бандюганы, не какие-то пираты, не какие-то нацисты, не какие-то там, господи, колумбийцы, мафиози, а настоящее федеральное правительство. Причём какое правительство? Правительство Соединённых Штатов теперь против героев. С таким врагом они ещё не сталкивались. Да и потом не столкнутся никогда больше. Дорогие зрители, на самом деле, за это я люблю пиратов Чёрной Лагуны. Очень-очень сильно, очень красиво показано все такие сплетения, сплетения политические. Почему происходят эти убийства, почему потом мстят. А также ещё показаны, между прочим, вот мне очень понравилось, я пока ещё не знаю почему, но мне очень понравилось, что глава всей операции, которые взорвали политическую либеральную партию в Венесуэле, мне очень понравилось, что перед этим показали, как он защищает вьетнамскую девочку. Мне очень понравился этот момент, как он защищает вьетнамскую девочку во Вьетнаме в 1969 году в Сайгоне. На самом деле, мне это напомнило фильм «Взвод». Тут очень много отсылок к фильмам, между прочим, о Вьетнамской войне. Вот сейчас было конкретно в этой серии. Например, фильм «Взвод» возьмём. Там был момент, когда там пытались выведать у вьетнамцев, у обычных крестьян пытались выведать местоположение, они знали, кстати. Всегда знают. В фильме в самом не показано, а потом приходит второй отряд и видят, что происходит. И один командир одного отряда начинает драться с командиром другого отряда. Здесь такие моменты специально показаны, чтобы специально зрителю косвенными моментами с помощью воспоминаний культового кино заставить пробудить те эмоции. Очень классно сделано. Например, снова же возьмём момент, когда Рок пришёл просить эту плату за аренду, как я понял. Там была русская рулетка. Снова же отсылка к фильму о Вьетнамской войне, к культовому фильму, который называется «Охотник на оленей». «Охотник на оленей». Там этот момент имел такое переломное значение. Кто-то сломался. В том фильме один из главных героев сломался, второй не сломался. Один остался во Вьетнаме, второй вернулся домой. Короче, это, скажем так, это, скажем, вот о людях, у которых душа, душа травмирована, травмирована на всю жизнь. Душа не просто мертва, это не мёртвая душа, это немного другое. Она у них травмирована. Она у них, знаете, душа, это такая вещь, убить душу, травмировать её, это намного страшнее. Это намного страшнее, это выливается в страшные последствия. Ну ладно, это немного другое. Вот, если честно, мне показалось, что у Рога тоже теперь душа травмирована. Он пытается постоянно пойти по пути справедливости, по пути добра, но всегда всё заканчивается всё в разы хуже. И он себя чувствует из-за этого виноватым. Кабумбу, он как бы не пытался помочь, они умирают. Люди, искалеченные судьбой, умирают у него на глазах. Которые достойны жить, но, к сожалению, у них так сердце, душа и голова искалечены, что они сами доводят ситуацию, и им абсолютно не важно, уже живы они или мертвы. Что ж, ну ситуация здесь вполне понятна. Если уж так вот отойдём от философии, вернёмся к сюжету, то теперь понятно, что это, скажем так, это совместная операция колумбийских, венесуэльских и американских спецслужб против либеральной партии Венесуэлы. Скорее всего, Венесуэла там пыталась каким-то образом, ну... Эта партия как раз выступала за то, чтобы этот регион был более-менее стабилен. Вот за всё хорошее выступала, и эту партию быстро взорвали. В этой партии также состоял отец-старший Лавлис. И вот АНБ, АНБ, ЦРУ уже, скажем так, перешли границы дозволенного и прямо вот взорвали, вот прямо беспардонно. Но кто взорвал? Ушли из, скажем так, из венесуэльской разведки несколько людей, чтобы они были как исполнители. Их Роберто уже поймала, уже выпотрошила. И вот потихоньку-потихоньку, вот цепочка за цепочкой, она выйдет на всех. Она имеет этот опыт. Она в своё время как раз этим всем занималась. И она прекрасно знает, против кого идёт. Между прочим, что самое интересное, она идёт против людей, которые уже, скажем так, мне как показалось, уже не такие опытные, как она. Ну, не знаю, я, может, и ошибаюсь. Нет, на самом деле нет, вру. Короче, очень интересно, что хотят от Рока. Что хотят от Рока, особенно этот маленький Лавлис. Мне кажется, ему нужен тот, кому в Райнапуре можно будет доверять. Доверять полноценно. Но он помнит, что Рок немножечко такой парень, он за ним ухаживал, он его знает. Он единственный, кому он может довериться человеку как порядочным. Остальные сволочи, вот Чан там и все остальные, это сволочи. Большие гниды, им доверять нельзя. Ещё один момент. Между прочим, Чан, между прочим, ввязался в этот разговор не просто так. Ему, у него есть достаточный сил. И, между прочим, мне кажется, вот Балалайка тоже может помочь. Потому что это ребята, которые, скажем так, по ту сторону баррикад. Если уж смотреть политическую ситуацию, то Китай с Россией могут какую-такую косвенную поддержку в лице отелей Москва и Триады выказать какую-то поддержку мальчику. Потому что тут у нас противник, извиняюсь, сами спецподразделения и самые крутые умы разведки Соединённых Штатов. Так что это будет весьма любопытно. Это будет весьма любопытный бой. И Лагуна, Лагуна оказалась прямо в эпицентре политических игр, политических противостояний, скажем так. Холодный, так, новоначинающийся маленького конфликта. разведок. Потому что... Эх, Роберта сумасшедшая должна грохнуть всех. Что, что была первая серия. Ну, третьего сезона. Третьего сезона «Пираты. Чёрные лагуны». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Удачи, до следующего раза.